И к другим темам. В поселке Витязево прошло заседание Совета Атаманов Таманского отдела Кубанского казачьего войска. Одним из главных вопросов повестки дня стала незаконная трудовая миграция. Напомним, что глава города Сергей Сергеев поставил перед всеми службами конкретную задачу – навести порядок в этой сфере. По официальным данным, на сегодняшний день зарегистрировано 5200 мигрантов, имеющих патент на работу в Анапском и Темрюкском районах, а неофициально пребывающих в два раза больше. На Совете казаки обсуждали вынесенный проект решения о запрете выдачи патентов иностранным гражданам на работу в Таманском отделе Кубанского казачьего войска. Еще одно предложение казаков – депортировать на родину незаконных гастарбайтеров, поскольку некоторые мигранты – таджики, узбеки, туркмены, незаконно живущие на Кубанской земле, ведут бесконтрольный образ жизни, вследствие чего значительно возросло количество правонарушений, совершаемых гостями Кубанской земли. По словам эксперта ФМС России по Краснодарскому краю Михаила Бомброва, на криминогенную обстановку на Кубане повлияла именно выдача трудовых патентов мигрантам. Люди не проходят медицинский осмотр, как в случае с решением работы, поэтому болезни нам везут сюда и прочее, прочее, прочее. Люди имеют право находиться здесь неограниченно по времени. Они имеют право передвигаться по всей территории Краснодарского края, поэтому сегодня он в Сочи, завтра он в Анапе, после завтра он в Кореновске, еще где-то. То есть очень трудно за ними отслеживать. Да, вот эта патентная система и внесла всю эту сумятицу. Предложенный проект решения казаки хотят представить атаману Кубанского казачьего войска и председателю законодательного собрания Краснодарского края. А в Анапе продолжаются ежедневные рейды администрации, полиции, миграционной службы и казаков, которые уже показали свою действенность. Составлены десятки административных протоколов и уже депортируются на родину гастарбайтеры, грубо нарушившие законы Российской Федерации. Продолжение следует...